Ровно 70 лет назад, 30 апреля, бойцы 150-й Идритской стрелковой дивизии водрузили свой флаг над Трейстагом, а сегодня победный стяг был поднят на башне горы Ахун. Отсюда с высоты более 600 метров открывается вид на Кавказский хребет. В годы Великой Отечественной он стал непреодолимым препятствием для фашистских стрелков дивизии Эдельвейс. Знакомиться с военной хроникой Татьяне Григоровой пришлось в 4-летнем возрасте. Ее мама Евгения Алексеевна служила в одном из сочинских госпиталей хирургической сестрой, и маленькая Таня стала дочерью полка. Танцевала, пела и читала стихи солдатам. Заодно была в курсе всех событий, проходящих на полях войны. Война приближалась так близко, за 20 километров от Туапсе шли страшные бои. Немцы Сочи не бомбили лишь только потому, что они хотели, чтобы раненых всех наших уничтожить. Убрать, а здесь своих раненых поселить, лечить их. День Победы Татьяна Григорьевна встретила уже на Урале, в городе Коркино. С тех пор 9 мая для нее особенный праздник. И уже несколько лет подряд она принимает участие в поднятии флага Победы в Сочи. Вместе с ней участниками этой акции ежегодно становятся ветераны, участники войны, школьники и студенты. Вы видите, какое количество сегодня молодежи присутствует. Молодежь все чтит, память уважает наше старшее поколение, помнит историю. И это очень, на самом деле, важный момент для нашего молодого поколения. В этом году Сочи уже во второй раз примет участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». 9 мая внуки и правнуки погибших воинов Великой Отечественной пройдут по центральным улицам курорта с портретами дедов в руках. Во время парада будет пронесена и точная копия Знамени Победы, которая сейчас путешествует по санаторно-курортным учреждениям города, бывшими госпиталями. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.